Сегодня в поселке Майский состоялась памятная церемония перезахоронения останков восьми солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищавших Карачево-Черкесию от немецко-фашистских захватчиков. Подробнее Мураджен Кюзов. В годы Великой Отечественной войны много бойцов остались непогребенными на поле боя. Их хоронили и устанавливали таблички с фамилиями. Но времени прошло немало, почти все сравнялось с землей. Возле поселка Майский Прикубанского района поисковыми отрядами были найдены останки восьми солдат Красной Армии, погибших при освобождении Карачево-Черкесии от немецко-фашистских захватчиков. Карачево-Черкесия необычная республика. У нас велись бои и на равнинах, и в горах. Говорят, что на территориях не всегда велись бои на высоте выше, чем 3000 метров. Поэтому мы копаем и на земле, и в горах. И всегда мы будем помнить, что мы должны найти каждого погибшего солдата. Это наша святая обязанность. Выступившие отметили, что сегодня как никогда важно помнить и чтить подвиг солдат в годы Великой Отечественной. Православный священник провел панихиду по погибшим на поле брани защитникам Родины. «Во блаженному спине вечный покой подачь Господи. Преснопамятным рабом Божьим воинам Сергею, Киму, Василию, Максиму и Анну. И Анну, Василию, Василию и сотворим вечную память. Вечная память». На фронтах Второй мировой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповедания. Имам поселка Майский провел обряд дуа по погибшим воинам. «Я, Аллах, прими наши молитвы. Я, Аллах, мы просим, чтобы Ты просил наших умерших, незаконно убиенных душ во время войны. Те, которые еще не найдены, те, которые еще найдены. Постоянно мы участвуем, постоянно молимся за них, вспоминаем. В такой момент тоже нельзя, надо помолиться за всех. Я хочу, чтобы Аллах просил души их, принял их, как мученицкая смерть». Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. Подружейные залпы и траурную мелодию. Останки солдат Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Герои минувшей войны упокоились рядом с памятником, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Представители общественных организаций, районной администрации, сотрудники полиции и следственного комитета, школьники и педагоги района, а также местные жители возложили цветы и венки к братской могиле павших воинов. Затем участники поисковых отрядов, активисты и неравнодушные жители района были награждены благодарственными грамотами за помощь и поддержку в проведении поисковых работ и увековечивании памяти погибших героев Великой Отечественной. Мурат Шанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Майский.